За два года большой войны в России появилось почти 140 тысяч новых ветеранов боевых действий. Лишился одной руки, вторая тоже у меня не работает, не разгинается. Искалеченные и злые мужики как могут выживают на родине. А любящая родина выживает их, оставляя без денег и заботы. Уважаемый Владимир Владимирович, я вас прошу, назначьте мне поддержку, компенсируйте мне этот мораль, и эти топики вообще. Как российский народ благодарит своих защитников за кровавые подвиги? Вот послушай, самовар, ты живешь за наш счет. Почему путинские наемники меняют боевые медали на палку колбасы? Вот награды, там туда сюда никуда не денут. А сейчас я уже понимаю, а смысл от них какой вообще? И кого Кремль обрекает на страдания вместе со своей армией? Приживаю, я уже заслеп, он найдет глаз из-за давления. Давайте откроем матрешку и узнаем. Как Россия отправляет на помойку истории своих народных героев? Андрей Ползахновский из Пскова всегда был фанатом Путина. В 2022-м он отправился убивать украинцев, попав под частичную мобилизацию. Вскоре частично вернулся домой, без одной ноги. От любимой родины путинский наемник получил протез, а от соседей... Оскорбления и угрозы вместо сочувствия и уважения. Скрепный народ затеял с героем свою войну. За парковочное место. И стал прогонять ветерана с законного участка для инвалидов. Культурно просил людей оставить мне в парковочное место, выйти, переставить машину. Но, к сожалению, люди очень сильно против этого, то, что я пользуюсь в своем положении. Оскорбленный патриот пригрозил обидчикам вызвать ГИБДД. Но вызвал только еще большую ненависть к себе. В соседской онлайн-группе Ползахновскому быстро объяснили. Он тут никто. Послушай, самовар, ты живешь за наш счет. Машину с квартирой купил за наш счет. Да даже твой протез оплатили мы, платя государству налоги. Так что сиди тихо и не гони на жильцов, которые не нарушают правила. Бегай тут со своей ногой. Уже просто блевать хочется. Придурок. Че за мужики? Да, не всех дебила война убила. Нет машины – нет проблем. Вячеслав из Обнинска уехал воевать за Путина в Украину. Свою машину на это время оставила любимой девушке Анастасии, лейтенанту полиции. Пока жених мерзнул в окопах, находчивая женщина решила переоформить транспорт на себя. Вдруг солдат вернется живым и белая лада проедет мимо. Как чувствовала. Вернулся родненький и подал на любимую заявление в суд. Злой убийца. Он на что угодно способен. Бахмуте, кто был в Бахмуте? Этот обозренный солдат из Питера набросился на подростка. Парень не успел побывать в окопе. Значит, не мужик. Я вас воевал за разницу. Пойдем, выйдем, пойдем. Лет 10 назад такие фразы можно было услышать разве что от крикливых дедов. Но времена меняются. Каждый любитель войны, отправляясь на фронт, помнит. Путин ценит его и оценивает. Все военнослужащие, раненые при проведении операций, также получат соответствующий выплат. Имею в виду страховку и единовременное пособие за ранения, травму или контузию. Недобитым Ванькам в Кремле обещали по 150 тысяч рублей. Но коллег в России становится все больше, а денег в казне меньше. Путинские фанаты друг за другом осознают. Их нагло кинули. Сколько дали денег? Еще дали. 300 человек, каждого почти по 150 тысяч. 300 человек по 150 тысяч, просто миллиард. Другой солдат, потерявший ноги, обратился к потерявшему совесть президенту. Выполнял вам финансы. Раненцы заполучили свою заработную плату. Понимаете? Уважаемый Владимир Владимирович, я вас прошу, назначьте мне поддержку, компенсируйте мне мораль. Страна чтит своих ветеранов, говорят россиянам с экранов телевизора. Солдат не просто лечат в лучших госпиталях. Их ставит на ноги целебная ладонь самого Путина. Президент России Владимир Путин посетил военнослужащих раненых в ходе боевых действий, которые в Кремле называют спецоперацией. Реальные будни искалеченных наемников совсем не похожи на эту постановочную клоунаду. 12 ноября я получил ранение. Лишился одной руки, вторая тоже у меня не работает, не разгинается. Сергей Полетаев из Хабаровского края приехал в Макеевку убивать мирных украинцев. Повоевать успел всего несколько часов. Попал под обстрел. Болят ран утоляла надежда. Любимая Россия не бросит в беде и все исправит. Однако он оказался не нужен людям, за которых отдал здоровье. Солдату не отдали положенную зарплату и выписали из больницы. Доживать как-нибудь. 24 апреля мне сняли аппараты. Говорили, что там придут, там будут физиотерапии, я там буду приходить, помогать мне разрабатывать руку и ногу. Никто этого не делал. Более того, у меня уже четвертый месяц течет гной из раны. В больницы обращаюсь, меня не хотят там принимать, и хирурги даже не хотят браться, чтобы меня прооперировать. Адвокат Максим Гребенюк видит такие истории каждый день. Часто в госпиталях нарочно отрицают, что солдата искалечила на войне, говорит он. Есть у меня дела, когда у военнослужащего после контузии развивается эпилепсия, у него припадки начинаются, и тоже врачи говорят, что вот вы знаете, может быть это у вас просто так началось. А пока одних фанатов Путина не могут перевести с фронта в больницу, для других придумали телепортацию. 23 октября в ночь у нас вывезли под Макеевку. Наемник по кличке Угрюмый давно не радуется. Летом 23-го года он приехал из Уральского Чебаркуля в Украину. На месте мужчину ждало невиданное повышение. Из танкиста в уборщика улиц. Кто-то там сидит где-то на этих боевых базах, на учениях, с августа месяца, с сентября месяца, они деньги получают нормально все, они дома, там где-то, мы здесь, мы числимся где-то дворниками, и нам платят просто-напросто. У нас много, у нас много таких. Взрослый мужик не смог разобраться, в чем подвох. Правду раскопала его жена. Всех этих депутатов на уши подняла, юристов, или что, почему, говорит, так-то. За октябрь месяц прислали деньги 9 тысяч, за ноябрь 19 тысяч. Ей говорят, так он, говорит, сам виноват, и то, что он остался, говорит, в Чебаркуле без должности. Она говорит, как он в Чебаркуле, если он, говорит, там под Макеевкой. Битвы за солдатские компенсации стали в России обычным делом. Ведь биться есть за что. В одной только оккупированной Донецкой области Кремль не додал родственникам солдат 38 миллиардов рублей. Мы должны получить эти компенсации, даже если они не вложены, не заложены в бюджет. Значит, их нужно заложить. В ходе СВО наши воины положили в свои жизни и здоровье. И начиная с сентября 2022 года они получили за это компенсацию. Ни раненые, ни семьи погибших. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, разберитесь, пожалуйста, в этом. Эта мать из Пскова месяцами пыталась выпросить у государства компенсацию за воюющего сына. Без кормильца жить стало не на что. После традиционного «денег нет» пришлось держаться за сердце, обивая пороги банков. Выплат нет. Мы вот брали кредит, вот мы ему шлем, и шлем, и шлем. Переживаю, я уже слепла. Найдет у нас из-за давления. В отряде, где служит сын, ответственных за выплаты тоже не нашли. Заплаканная женщина отправилась на поклон к военкому. Тот отобрал последнюю надежду на справедливость. Пришли в свой военкомат, хотели, чтобы выплату хоть какую-то. Они сказали, а вам, какую вы хотите выплату? Он вообще не от нас ушел, так что он не наш. От путинской мобилизации обмельчала вся Россия. Но особенно республика Бурятия. Призыв в этом регионе правозащитники сравнивают с геноцидом. На одного москвича пришлось 15 призванных бурят. Но русский мир почему-то не оценил их желание защищать и освобождать. В оккупированном Донецке фанатка Путина набросилась на компанию наемников с оскорблениями. Вот этих вот вонючих, узковлазых, тварей никогда у нас в Донецке не будет. На этом горести не заканчиваются. Бурятия, вымирающая за кремлевского карлика, больше всех страдает от недоплат солдатским вдовам. Одна из них поинтересовалась. Как такое возможно? Почему в нашем регионе, Республике Бурятия, нет региональных выплат? То есть в других регионах есть 3 миллиона, в Краснодарском крае 2 миллиона. Что тут непонятного? Нужно было просто родиться в богатом городе. Если вы хотите, чтобы в Бурятии приняли решения такие же, как в Москве, ну, наверное, для этого требуется какая-то экономика другая. А еще лучше, другое руководство страны, которое не делает из жизни солдат комедию. В конечном итоге человек сам вершитель своей судьбы. В Нижнем Новгороде наемникам из ТВК Вагнера вручили медали за отвагу. Потом отобрали и вручили повторно, только с пафосом, из рук губернатора области и двоюродной племянницы Путина Анны Цивилевой. Но, возможно, скоро медали найдут новых хозяев. Оголодавшие вагнеровцы массово продают свои наградные знаки. Медали и именные жетоны на Авито и подобных сайтах. Не люблю вот этими побрякушками, ну, а что, как бы, практически-то нагрузку какую они несут. Ну, лежат они дома, что перед родственниками друзьями хвастаются. Да и плюс, может быть, это самое сейчас с деньгами как-то поприжало. Иногда такой металлолом продают наборами. Несколько железок за 100-200 тысяч рублей. Но есть и спецпредложения. Например, медаль всего за тысячу рублей. Это цена двух килограммов колбасы. Вдвое дешевле обойдется позорная награда за бахмутскую мясорубку. Правда, фронтовому фаршу больше к лицу ордена из настоящей мясорубки. Их сделали ради шутки, но Россия загадочная страна, могут подарить что угодно. В Якутии, например, людям помогли заготовить лед в обмен на умирающих отцов и сыновей. А в Оренбургской области за мужа сказали спасибо дровами. Супруг мой вообще пошел сам добровольцем за повесткой 25 октября. Отправился 2022 года в зону СВО. Очень трудно без мужчины, очень трудно без какой-то помощи. Это поначалу. Со временем одиноким ждулем становится весело. Муж-дебошир в плену? Это стоит отметить. А можно я выпью? Кто по-настоящему уважает российских солдат это церковь. Там даже создали своеобразный учебник для военных. В нем объясняют смерть в окопе это прямая дорога в рай. Многие положившие живот свой на брани верно получат оставление грехов. И многие увенчаются нетленными венцами славы небесной. Где они помогают пафосные строки включат методичку для чайников. Действуй по уставу завоюешь честь и славу по уставу жить легче служить. К навсегда отслужившим россияне чувствуют особую любовь. Сумасшедшую. Такую комнату памяти с кроватью они оборудовали в оккупированном украинском Крыму. Удобное место. Это вам не прогнившие койки в казармах Запоребрика. Но настоящего последнего покоя путинским солдатам не видать. Могилы Ваник постоянно разоряют и оскверняют их же земляки. Вот что творится. Флаги разрезаны. Порваны. Могила брата сожгли. Дядя погиб на Украине. В марте мы его похоронили, а в июле увидели, что вся могила разбита. Через полгода мы приехали и обнаружили, что могилу снова разбомбили. Пройти через ветеранские почести рвутся миллионы фанатов Путина. Даже самых маленьких. Хотел стать как мой папа Макон Леонид, который погиб 27 февраля 2022 года на Украине при исполнении воинских обязанностей. Его не детскую мечту умереть за деда Бункерный с радостью исполнит. Но одно дело, когда гибнут холопы, и совсем другое мнимая элита нации. Актриса-пропагандистка Яна Поплавская долго восхищалась войной России против Украины. Я чудовище. Я патриот, который поддерживает свою страну. Я зло. Но как только смерть занесла косу над ее родней, патриотка что-то заподозрила. Крестника актрисы ранили на Донбассе, а домой горе-то какое не отпустили, заставляют ползти обратно в окоп. И ему придется туда возвращаться, хотя он уже отдал долг родине, пожертвовал своим здоровьем и подверг риску свою жизнь. Когда никто не имеет представления, сколько будет идти спецоперация, получается, что женам, матерям и отцам приходится ежедневно находиться в страшном ожидании, при каких обстоятельствах их защитник вернется домой. Скрепная нация так и не поняла. Возвращаясь с войны, их солдаты привозят эту войну к себе домой. И рано или поздно она разрушит саму Россию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин